Всем привет дорогие друзья и гости канала. Сегодня мы с вами вновь в игре Евро Драг Симулятор 2 на карте Русмап версии 1.7.1 и Южный Регион версии 6.0. Отправляемся, ну точнее не отправляемся, а продолжаем с вами путь в город Тимашевск. А отправляемся мы с вами с этой вот стояночки. Давайте я запущу мотор. Давление воздуха в принципе нормальное, как вы помните останавливался. Я здесь перекусить. Сегодня мы с вами продолжаем наш путь дальше. Расход топлива у нас правда бешеный, да, 39.9 литра. Но это потому что, что у нас движок не очень мощный. Так, проверим органы управления. Что, отправляемся в путь, ребята. Снимаем с ручника. Находимся мы сейчас на М4. Кстати, танк стоит прикольно. То, что он тут так в поле стоит. Может быть, он тут реально стоит возле этой как бы стояночки. Кстати, пока что-то ни одного трафика. Машины трафика нет. Но это я потому что только что подгрузил игру. Вон, пошли они уже. Так, что у нас. Пока, я думаю, можно выскочить. Пока нет никого. Все. Газуем дальше. Вот он как раз пошел весь трафик. Так, это, наверное, списание по кредиту, ребят. Не обращай внимания. Потому что нарушить я не мог. Сейчас ничего. И если только ко мне что-нибудь в жопу въехало, да? Не, в жопу ко мне ничего не въезжало. Так что я думаю, что это просто было списание по кредиту. За Димашевска, наверное, в этой серии мы, опять же, не доедем. Нам там еще 600 с чем-то километров. Но доедем у простого точно, я думаю. А там где-нибудь, может быть, так же встанем или переночевать. Или просто отдохнуть. Не будем нарушать сильно режим труда и отдыха. Так, ну, в принципе, я думаю, можно уже подновалить чуть-чуть. Ну, до 90 километров в час. Машина, как вы помните, у нас привязанная. Такие тут просторы, да. Ну, вот как тут сделано. С одной стороны, да, интересно, такие просторы. Но с другой стороны, я не вижу там, допустим, за посадками полей. Получается, просто земли такие пустуют. Невостребованные какие-то. Так, Бугор. Это как-то не очень реалистично порт. Именно с землями. Да, что-то Бугор сильный. Может, не хочет особо ехать в него. Уже девятое. Ну, девятое, думаю, сейчас должны залезть. В принципе, не такая же большая проблема, как Бугор. Зато сейчас с бугра пойдет хорошо. Нравится мне, что все-таки разработчики тоже добавляют какой-то новый трафик. То есть, это у меня сейчас не стоит никаких модификаций на трафик. И ездят такие достаточно прикольные машины. Те же вот эти, Пежо, я не знаю, что это может быть, Ситроен. Такие вот эти вот сейчас с вышкой проехал, да? Причем, может показаться, что это да, как-то не реалистично. Там, не знаю, зачем такая маленькая вышка в России, никто такую никогда не видел. А я вам скажу, что я видел. И такую видел, и даже видел. У нас приезжает иногда наряжать елку в поселок, вот на Новый год. Приезжает вышка такая, на базе уазика-головастик. Ну и такую я тоже видел, и импортную, маленькую. Так что, это может быть даже оправда. Смотрите, может загнались с бугра. Целых 100 км в час. Ну, а тут есть уже какое-то поле. Правда, не пойму, что это растет. Вот такое зеленое. Может быть, какая-нибудь кукуруза. Трактмашина опять садится в бугра. Поставим ей 11-ю передачу. Идет, наверное, 110 кВт. Линия. Если смотреть, вот эти большие столбы. Куда-нибудь в город или на завод. Ну, смотрите, вот это, по-моему, рейндж-ровер. Это, наверное, новое, да. Мне кажется, я его раньше не видел на дорогах. А может, и видел. Так, заправка. Что у нас, кстати, с топливом? Да, топливо кончается. Арбуз 15 рублей. Сейчас, по-моему, таких уже в центре не осталось. Ну, в центральном регионе России еле, как на юге. Мы же ели на юг с вами. Так, опять уходим. Между посадок. Снег и задержание. Ну, продолжаем так держать путь на юг. Буду стараться искать грузы именно там по югу покататься, да. Какие-то короткие, может быть, даже с города в город, просто там рядом лежащие. Ну, просто, чтобы посмотреть, что же Артём там интересного сделал. Потому что в бете поучаствовать у меня особо не было времени. Я там писал диссертацию. Но, Артём предлагал поучаствовать в бете. Здесь вот что-то желтый, наверное. Что это, подсолнухи? Я бы что-то думал издалека, что это рапс растет. А это подсолнухи. Опять, смотрите, бугры 110. Накадываем. 115, давай. Есть 115. Неплохо хана бежит у нас. С буграта. Ну, вот, как бы, вообще, по-хорошему. Может быть, её надо было придерживать с буграта, да. Чтобы она так сильно не разгонялась. Ну, тут, в принципе, дорога ровная. Что её держать? Что тут может случиться? В реальной жизни я понимаю, что там всякое возможно. Это у нас есть такие грунтовые пересечения. Эти. Ну, трассы М4. Там пары мест. Это, конечно, стрёмно выглядит. Такие скорости биржные. Сейчас же никто особо, насколько я знаю, не ездит 90. Ну, это так, моё мнение. Сейчас все ездят намного быстрее. Без бугро идём. Сколько же тут подсолнуха. Так. Облачка висят. Ну, я думаю, дождя не будет сегодня. Потому что у нас бы сейчас тогда всё затянуло сереньким небом. Тучи бы повисли. А то у нас просто пока облачность. Такая красивая. Так, задел эту полосу. Музыкальную. Причём, реально встречал такие в жизни. А также встречал музыкальные пешеходные переходы. Тоже вот, когда на трассе едешь. Там прикольно. Тадык, 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 тадык. Типа того, что-то под колёсами проскакивает. Ну, чтобы типа водитель, если он расслабился, едет на большой скорости, чтобы чуть-чуть внимания его опять собрать. Так, мы, наверное, куда-то подъезжаем, да? Что там за домики стояли? Какая-то развязочка. Может быть, куда-то и подъезжаем. Сейчас посмотрим. На указателях. Так. Каменс к Шахтинске. Ростов-на-Дону. Так, ну, Каменс к Шахтинске. Я так понимаю, мы что, уже проехали или нет? Ещё что-то куда-то. Или это просто разворотная развязка? Может быть, в какой-нибудь так, населённый пункт, поселение. Или райцентр. Так, Шахтинске. Ростов-137. Краснодар-435. Вот здесь мы бы вышли, да? Волгоград-2 уходит. Если бы мы поехали по тому участку, где мы ехали в прошлой серии, где я говорю, нам надо тут, наверное, повернуть, а потом говорю, нет, мы поедем дальше по М4. Сделали бы большой крюк очень. Но мы всё равно там как-нибудь прокатимся, посмотрим на дорогу. Так. Леса. Тут, наверное, дикие животные могут забегать. Дорога такая. Немножко неровностями, да, машина? То разгонится, то сядет опять. Немножко это, конечно, напрягает. Но хотя, с другой стороны, они не такие большие, чтобы сбрасывать каждый раз передачи. То есть, сейчас мы видели, какой участок большой тянули на 12-й передаче, я не сбрасывал, да? Просто обороты садились, потом подымались. Так, куда-то подъезжаем. Куда мы подъезжаем? Так, как сарай, Ростов 12 метров, Краснодар. Ну, уже получается, что к Ростову подъезжаем. Быстро мы. Добро пожаловать в Ростов-на-Дону. Так, там у нас поза ДПС, по-моему, да? Давайте на тормоз нажму, чуть-чуть сброшу. Так, мы уходим. В обход Ростова. В центр города не поедем. Заедем туда как-нибудь потом, когда у нас будет туда груз. Ну, по дровязке мы тоже, правда, есть для меня уже как-то раз, насколько я помню. Заправка так интересно стоит, смотрите, именно на ответвлении, да? То есть они, получается, грибут деньги с тех, кто на Москву фигачит. Так, надеюсь, там сужения не будет, и я не зря перестроился. Так, красный, нет, уже зеленый. Уже можно продолжать нажимать на педаль газа. Так, что тут у нас за указатель? Так, опять же на Ростов, Краснодар, 281 километр. Так, а нам сколько осталось ехать, давайте же глянем. Триста девяносто пять. Ну, немало, я вам еще скажу. Так, река Дон. Причем, реку Дон мы уже проезжали. Ну, тут смотрите, какое русло здоровое. Приходно. Причем тут порт какой-то. Топливо, так, конечно. Блин, а я тут, наверное, в реальной жизни проезжал, кстати. Правда, это было на автобусе, и я был пассажиром. Но я почему-то помню вот этот момент. Да, порт было написано только там. Так, а что нам сейчас написано? А, топливо заканчивается. И, кстати, смотрите. На прянике реализована, загорается лампочка красная, что у нас заканчивается топливо. Это не на каждой дефолтной машине реализовано. То есть это еще один плюс в копилку пряник. Как дефолтного автомобиля в игре. Так. А тут, я так понимаю, у нас, наверное, нету мочевины. Наверное, какой-нибудь там Евро-2. Только солярка. Только хардкор. Просто садишься там в Вольво или еще куда-то такое. Что-нибудь там. Есть указатель, да, еще отдельный. Или мы на этом катались. Там я на дафе катался. На чем еще-то. Там есть указатель еще от Blue. Так. Обгоним зерновоз. Это может быть не зерновоз, а какой-нибудь там, не знаю. Что они могут о нем ввести. Могут и эту муку. Так. Можно поставить 12-ю передачу. Вот тут сейчас вот, кстати, пока немножко стрёмные. Прям низкий для дождя. Так что, может быть, что-то и вольет сейчас. Такое не исключено. Так, они перестраиваются. Давайте мы пропустим всех. Мы не гордые. Ох, там что-то развязка крутит. Вертит впереди. Так, Ставрополь. Краснодар. Так. По-тайской Краснодар. Опять еще возвращаемся на М4, да? Блин, как же клево сделано. Интересные вообще такие развязочки. Давай, давай. Специально оставил передачу такую. На больших оборотах, чтобы затянуть в пугу. Смотрите. Вот этот небольшой косячок. Обгонять через сплошную. Косячок. Но, может быть, тут просто нельзя реализовать. Именно на этом участке, чтобы он не оптанел. Так. Опа. Перекручились. Все. Опять же мы с вами на М4. Обошли Ростов. И двигаемся в путь дальше. Так, наверное, надо включить уже свет. Так, ну еще бы нам бы, конечно, где-нибудь заправочку раздобыть. Я думаю, что-нибудь попадется где-нибудь, да? Даже без этого. Так, дорогу шла на Батайск. Можно пока круиз поставить. Так, здесь у нас что? Здесь у нас просто... Это тошка. Заправка с другой стороны. О, здесь мы тоже проезжали. Помню, помню. Шашляки и мышляки. Ну, то есть, это из реальной жизни я прицепляю, что реально есть такие места. В игре, конечно, они реализованы не прям-прям. Айс. Но... Как бы, если вы реально здесь ездили, то что-то узнать можно. Понятное дело, что это тут, ну, часть дорог вымышленная. И, как бы, сходство. Но я так думаю, что здесь сходство процентов 70 максимум. Но все равно интересно. Так, еще кафешечка. И стоит строжевая. Вышку у нас, кстати, тоже такое есть. То есть, стоянка. Стоит строжевая вышка. И кто, наверное, остается ночевать, их сторожа. Правда, понятное дело, что за стоянку на такой стоянке тавтология получилась, берут денежку. Без денег там встать, конечно, никто не даст. Так, у нас осталось... Сколько километров доехать? Двести шестьдесят два. Ну, давайте, наверное, поедем с вами тогда до конца, да? До самой ночи. Тормозить я уже не буду. Я думаю, что приключений мы на дороге не встретим. Чтобы потерять целую кучу времени и затянуть серию надолго. Поедем тогда с вами до конца сегодня. Такая атмосферная дорога. Трафик идет. Асфальт. Такая текстура интересная. Это я считаю, что, вот как бы, мое мнение, что на таких всех дорогах, да, таких оживленных, и вот где соединены полосы, обязательно должна, должен стоять бетонный блок. Чтобы, если, ну, как бы, человеку плохо стало, он вошел, ну, как бы не вошел, а притерся к блоку, и все, и там, или очнулся, или улетел в свою обочину, а не улетел навстречу, или убил кого-нибудь. Я вот такого мнения, что можно везде поставить бетонные блоки. Причем, эти ограждения, которые железные, но они, я согласен, там, смягчают удары, все дела, там, если в поворот не вошел и улетел в ограждение, то и повреждения, в принципе, не такие прям, глобальные, и человек остается, там, менее травмированный. Но, блин, это встречка здесь, реально люди погибают. То есть, вот таких ограждений, мне кажется, бывает мало. Но это, как бы, мое мнение, у каждого свое мнение. Так, попадаем с вами в Южный регион. Так, не габарит, 3-4 тонны, так, ну, значит, по этой полосе идем. Так, вот здесь, насколько я помню, тоже раньше был косяк. Так, а там что, там не красный, нет? Косяк заключался в чем? Машины могли перестроиваться через этот, через вот эти ограждения все. Вот, тихо. Ну, сейчас вроде все нормально. То есть, я могу вот так оттормозиться, да, а меня просто через ограждения погнать и поехать дальше. Я думаю, что Артем, скорее всего, это все дело поправил. Так. Хотя, как же, я не знаю, как там сделано в этой игре, да? Может быть, что это и не поправляется. Может, это как-то там с половиной сделано, этих автомобилей, что нельзя переверодить, они тут не обгонять, допустим. Я просто не стал делать с картостроения. Потому что, мне кажется, это безумно тяжелый труд. Но я имею в виду именно с картостроения для ИТС. Так. Еще можно, опять же, поставить круиз. Краснодар. Ейск. Ейске он был. Так. 20 градусов тепла сейчас. Дверью им дальше. До Тимашевска. Я, кстати, забыл, что мы с вами везем. Крузовые аккумуляторы, 18 тонн. Наверное, сейчас отвезем какому-нибудь не поставщику, а как это он, мой лайк там. Ну, какую-нибудь на промбазу, да, оптовую. А потом эти аккумуляторы разъедутся по разным батарейкам. Ой, не магазинам, батарейкам такие. Я говорю, по разным батарейкам. Там, за катодом и так далее. Блин, я же забыл, вам все заправка нужна. Вот так вот заговоришься. Так. Срочно ищем какую-нибудь заправку. Что у нас, кстати, с топливом осталось? На сколько километров? А, ну, покажу ее. 70 литров, а 168 километров. Так, я что-то реально проскатил заправку? Или, я не знаю, может, ее не было? Так, что ищем заправку. Серия получится немножко затяжная. Да, наверное, минут 30, а может и больше. Как раз мы решили доехать до конца в этот раз. Так, какая-то развязочка впереди. Сейчас будем опять читать эти плакаты. Указатели. Так, куда мы уходим? Так, Сочи, Краснодар, по М4. А эта пошла М29. По М29 тоже как-нибудь прокатимся. Посмотреть, как атмосферно, да? Говорят, фонари розовеют. Небо, тучи висят. Классно. Так, куда-то мы подъезжаем. Где мы еще ни разу не были. В каком-то населенном пункте. Станица, может быть, какая-то. Так, там, наверное, какой-то суперзавод стоит. Видите, большие эти контейнеры. Не знаю, что это, может быть, какие-то хранилища. Павловская станица. Давай, мы раскакиваем ее по прямой. 142 километра. Еще можем проехать. До заправки. Ну, расход, конечно, большой. Что там? Машины идут? Ну, давайте не буду перестраиваться, остановить. Пока я здесь. Там, правда, что-то автобус тормозили. А, сужение. Понятно. Все, все перестроились. Так, здесь что у нас? Опять же, с другой стороны, да? Или с нашей все-таки тоже есть? Нет, с нашей тоже есть. Это интересно. Это хорошо. Ох, сколько туда очередей едет. Так, мы где справляемся? Подъезжаем. Так, вушим машину. И заправляемся. Там, кстати, смотрите, тоже прям не заправляться. Долго он тоже стоит, значит, наверное, тоже дофига заправляет. Питерские ребята куда-то едут. Ну, вот на школе. Все, полный бак. Правляемся в путь. Сколько ехать-то? 99 километров. Ну, копейки. Так, мне нравится тут ощущение, когда стрелка, видите, убежала в самый-самый верх. Ну, то есть, аж даже зашкаливала. То есть, в реальной жизни это тоже такие, там, очень приятные ощущения. Дарящее счастье. Так, а вот здесь что, косяк какой-то, да? Или так и должно быть? Почему? Отражатели зеленые. Или это не отражатели? Это вот неинтересно очень. Может, это и не отражатели. Может, так совсем стемнело. Так, можно опять же поставить круиз. И наслаждаться дорогой. Так, у нас сейчас куда-то поворот уже. Я так понимаю, что мы сейчас уже уходим на Димашевск. Мы же тут уже ездили, мне что-то такое скутное сомнение, что как раз мы сейчас уходим на Димашевск. Причем, если кто помнит, первый же мой груз, по-моему, на Южный Реон, там, 5.0 бета, был тоже в Димашевск. Если кто-то, конечно, смотрел. Так. 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 Так, чё у нас? Машина идёт. Ещё одна. Всё, пошли. Дым быстро идёт. Нормально. Ну, всё, настала ночь. Так. Кстати, расход ещё на нупов, да? 38,6 по-моему, да? Да. Ну, сейчас подымём в него брос. Ухраняет нас кто-то. Так, опасный поворот. Хотя он совсем не опасный. Если только судить, что здесь у нас мост. Перед мостом как поворот. Поэтому лучше предупредить. Дальний. Так, у нас там опять какая-то развязочка. Ага. Мы же тут тоже ездили уже, да? Я помню это место. Поехали, поехали. Так. 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 Сейчас я думаю уже выключить. Причём я помню, по-моему, я где-то ошибся. И тоже кружил несколько раз туда-сюда. Разворачивался. Поехали. Поехали. Всё. Можно нажимать дальше. Поехали. Так. Я понимаю, что мы подъезжаем на нашу маску. Я вижу. Димашевск по-моему написан. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжаем наш путь Так, ну и вот она наша база разгрузки Прошу вас, мы, по-моему, в другое место заезжаем Мне кажется Так, давайте уже пониже поставлю передачу Нижний ряд Так, ну, с вашего позволения Парковаться я буду вот так вот Чтобы особо не заморачиваться И не платить умное время Здесь же нереально, это наобойщик Чтобы здесь Выкручивать Зеркала Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok